Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. Очень много позитивных новостей было вчера. С Миланом мы сыграли 1-1, фееричная серия пенальти. Но прежде всего, друзья, давайте все с вами еще раз поблагодарим судьбу. Сэр Алекс Фергюсон вчера вышел в эфир клубного телевидения MUTV. И Манчестер Юнайтед сделал официальную публикацию в соцсетях с обращением сэра Алекса к общественности. Общественности, да, но на самом деле эмоции переполняет, потому что я лично настолько был рад видеть сэра Алекса здоровым. Да, может быть, есть еще некоторые проблемы с речью, но и не улыбался он своей очаровательной улыбкой, как всегда. Но уже видеть его в практически полном здравии, обращающегося к публике, он сказал, что я с вами, я буду смотреть за командой Жозе Муринио и его парнями. Я буду смотреть обязательно следующий сезон и большое спасибо всему персоналу в госпитале Макклсфилд и Солфорде, где сэру Алексу оказали невероятную помощь. И, честно говоря, никогда не был в тех краях, но спасибо вам всем большое за, ну, я имею в виду врачам, за то, что поборолись за жизнь сэра Алекса и выиграли. Этот камбэк был самый важный в карьере сэра Алекса Фергюсона. Друзья мои, если вы еще не видели обращение сэра Алекса, вперед на сайт manunited.ru. Там это все есть, переведенный на русский язык полностью, поэтому смотрите. И это самая позитивная новость, мне кажется, за последние полгода, мне кажется. Потому что, ну, действительно, это сэр Алекс Фергюсон для Манчестера Юнайтед, это не то, что крестный отец, это, ну, это не передать словами. Это основатель, отец основатель Манчестера Юнайтед, наряду с сэром Матом Басби, действительно феноменально. Друзья, феноменально, честно, эмоций очень много, поэтому прошу прощения, если вдруг говорю об этом очень много и подробно. Так или иначе, Манчестер Юнайтед сыграл с Миланом на стадионе Лос-Анджелес Галакси. 1-1 закончилось основное время матча, дополнительного по регламенту турнира International Champions Cup нету. И поэтому сразу пробивали пенальти. И казалось бы, что все будет достаточно быстро, но нет. У игроков было бы на этот счет свое мнение. И подарили игроки Манчестер Юнайтед и Милана Лос-Анджелесу очень-очень хорошее шоу. 26 пенальти было нанесено, 26 ударов. Соответственно, 9-8 Манчестер Юнайтед выиграл эту серию пенальти. Но мне кажется, последний игрок Милана, Кесси, который уже бил, ему же просто надоело, что так долго все происходит. Потому что, на мой взгляд, на моем опыте, не знаю, как у вас. Пишите в комментариях, кстати, если вы уже видели где-то что-то подобное. Я просто первый раз в своей жизни наблюдал, что футболисты начали бить по второму кругу и дошли, по-моему, до третьего футболиста. Но это правда очень как-то долго и смахивало на такой договорничок, откровенно говоря. Но я не думаю, что на самом деле что-то там было. Как вам матч? Пишите в комментариях, друзья, потому что, на мой взгляд, игра получилась великолепная. Мы использовали новую тактику, ну, точнее, мы ее использовали и в прошлом уже сезоне. Жозе просто чуть-чуть подвигал футболистов. 3-5-2 именно по такой схеме мы вышли. Тройку в центре обороны составили Аксель Туанзебе, который вышел в стартовом составе вместе с Крисом Смолингом и Эриком Баи. По флангам появились Люкшоу слева и Матео Дармиан справа. Плюс ко всему Дармиан вышел на поле с капитанской повязкой. Очень много сразу отзывов было. Ой, а зачем это Дармиану капитанскую повязку и вообще почему Фоссуменса не играет? Дело в том, что Матео Дармиан начинал в итальянском Милане. Для него выйти на поле против Милана это, ну, огромная честь и мотивация. Плюс ко всему капитанская повязка этим Жозе Муирине в товарищеском матче отдать капитанскую повязку другому игроку ничего не стоит. Для игрока это будет повод для гордости. Ну и опять же показать, что клуб его ценит. В конце концов, Матео Дармиан нацелился уйти из Манчестер Юнайтед. И почему бы еще раз не показать, так сказать, товар лицом. Тем более, что Дармиан провел этот поединок очень-очень здорово, на мой взгляд. В центре полузащиты тройка была следующая Андреас Пирейра, ну, больше в опорной зоне. Хотя в опорной зоне мало кто действовал. Скотт Мактомин и Андер Эрера. И, разумеется, двое нападающих, таких условных нападающих, естественно, это Хуан Мата и Алексис Санчес. И вот эти двое взаимодействовали очень-очень здорово. Видимо, какая-то сыгранность между ними более-менее появляться начинает, что не может не радовать. Не знаю, насколько в планы Жозе Муринио входит Хуан Мата. А Алексис Санчес входит точно. Алексис Санчес отдохнул впервые, мне кажется, за 10 лет. Все соцсети сейчас об этом трубят, что у Алексиса Санчеса впервые за 10 лет было свободное какое-то лето. И он не ездил никуда на турниры со своей сборной. Поэтому Алексис Санчес выглядит свежим, отдохнувшим и полным сил для того, чтобы пустить в новый сезон. Это немаловажно, поскольку у нас половины состава не будет на стартовых матчах с Лестером, Брайтоном, ну, и, может быть, даже с Тоттенхем. Хотя, я думаю, что к третьему матчу уже все более-менее подтянутся. Санчес это тот человек, это будет локомотив, который должен будет тащить Манчестер Юнайтед вперед. И, по сути своей, Санчес очень здорово делал забегания. Ну, в принципе, игра смахивала на манеру поведения Ромело Лукаку. Но, в целом, Санчес чуть-чуть, конечно, ну не чуть-чуть, он гораздо быстрее, чем Лукаку. Плюс он может мяч подержать. Плюс первое касание, конечно, у Санчеса гораздо лучше, чем у бельгийца. Но вот эта модель, когда Перейра из глубины делает передачу на забегающих игроков по флангу, либо на открывающегося центр форварда, это то, на что, на мой взгляд, следует обратить внимание. Это то, в том числе, почему мы охотимся за Харри Магуайром. Это следующая новость, друзья. Манчестер Юнайтед, ну, если верить, конечно, Скай Спортс, это, на мой взгляд, самый надежный источник, который вчера выпустил заявление о том, что Манчестер Юнайтед сделал официальный трансферный запрос на счет Харри Магуайра в Лестер-Сити. И что-то там сумма порядка 50 или 65 миллионов фунтов. Как-то так. Дороговато, конечно. Но, учитывая реалии текущего рынка, мне кажется, 65 миллионов фунтов за Магуайра. Ему 25 лет, он прогрессирует от сезона к сезону. Он очень здорово провел чемпионат мира за свою страну. Да, очень здорово играет головой. И один из плюсов его, в том числе, это передачи вот такие длинные с глубины и умение начать атаку. Виктор Линделев у нас тоже умеет это делать. Я по-прежнему уверен, что Виктор Линделев умеет, собственно, хорошо это делать и должен это делать. Насколько Линделев готов к ХПЛ, это нам еще предстоит узнать. И как же Зе будет использовать. Но, как показывает практика, если Скай утверждает, что Юнайт действительно кем-то заинтересовался, скорее всего мы его получим. Тем более, что, мне кажется, исключение, когда Скай ошибался, это был, по-моему, только Серхио Рамос в 2016 году. Но там было понятно, что Рамос просто выбивал контракт. Мадрида новый, вот и все. Никакого интереса к Юнайт с его стороны точно не было. Согласно слухам, Магуайр уже подтвердил то, что он хочет отправиться в Манчестер Юнайтед. В том числе сумма большая такая, потому что Магуайра еще 4 года по действующему соглашению. Я напомню, что только в прошлом летом он перешел из Хал-Сити в Лестер. Ну и, собственно, в Халле он играл достаточно здорово. Мы 4 раза встречались с этой командой, 4 раза Магуайр был абсолютным кошмаром для нас. В прошлом году в Лестере он также сыграл очень неплохо. Ну и на новый уровень, мне кажется, вышел при Гарте Саутгейте в сборной Англии. Поэтому, на мой взгляд, покупка очень обоснованная. Ну и тем более, что до конца трансферного окна у нас осталось всего лишь 2 недели. Я вам напоминаю, что 9 августа в 12 часов ночи закрывается трансферное окно на покупку в Англии. То есть продавать мы еще сможем после этого времени до 2 сентября. А вот покупать уже никого не сможем. Поэтому нам нужно срочно оформить 2 трансфера. Это центральный или левый защитник. И, разумеется, правый полузащитник. Говорят про Перешича, но, честно говоря, не знаю, насколько все эти слухи обоснованы. И я думаю, что максимум 1 трансфер у нас будет. Это будет Харри Магуайр как раз. Пишите, друзья, свои мысли по поводу перехода Магуайра и по поводу трансфера всех остальных. Что у вас еще, в принципе, есть. Возможно, каких-то слухов мы не знаем или упустили. Следующий матч у нас состоится уже скоро. Мы сыграем с Мадридским Реалом. Фред и Давид Дехея прибыли в стан команды и начинают тренироваться. Предсезонный тур у нас потихонечку подходит к своему завершению. Нам предстоят еще матчи, как я уже сказал, с Ливерпулем, Мадридским Реалом и Мюнхенской Баварией. Однако не все, так скажем, приедут в Америку и присоединятся к команде. Как я уже сказал, Давид Дехея и Фред это сделали. Виктора Линды Леофа мы точно не ожидаем. Жозе Мурини лично сказал, что он будет тренироваться в Манчестере, начиная с понедельника. Потому что во вторник команда уже покидает Лос-Анджелес и, в принципе, Соединенные Штаты. Поэтому Линды Леофа мы точно не ждем. Касательно правой позиции, правого защитника, у нас тут есть определенные проблемы. И Жозе Мурини тоже одних на своей пресс-конференции поговорил с журналистами. Дело в том, что Антонио Валенции травмирован и, по словам Жозе Мурини, вряд ли вернется к началу сезона, к матчу с Лестером. Матео Дарми, он хочет покинуть команду. Тимоти Фосуменса. Ну, не знаю. По крайней мере, Жозе в своих словах на пресс-конференции его не упомянул. Он упомянул Виктора Линды Леофа, который может сыграть на позиции справа. Он упомянул также Эшли Янга, который может сыграть на позиции справа, если выйдет чуть-чуть пораньше из отпуска. Это, ну, Жозе Мурини так немножко ух, кольчик в сторону Янга. Типа, хватит отдыхать, давай уже работайте, ты нам нужен. Пускай Ишли Янг отдыхает, на мой взгляд, он это полностью заслужил. Очень хороший сезон прошлый провел. Вот, в принципе, и вырисовывается, что нам еще и правый защитник, оказывается, нужен. Но другое дело, что там может еще сыграть Фосуменса и Туанзеба. Там играл против Олексиса Санчеса, кстати, пару сезонов назад. Поэтому, не знаю. Покупка Павара была бы очень и очень хорошо, но, по-моему, там уже подсветилась Бавария. И переход на 90% уже предрешен. Павар был бы хорошим дополнением к команде, на мой взгляд. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете насчет трансферов, насчет слухов. Мы будем стараться там один раз в день или там один раз в два дня выходить все-таки в эфир по поводу трансферов. Ну и попутно будем вот в такой форме обсуждать предсезонные матчи. Вот так вот, я не вижу смысла их прям очень скрупулезно разбирать, поскольку Жуземо Ириню рассматривает это как тренировку. Потому что нет основного состава игроков. И, очевидно, какие-то интересные схемы, вот как 3-5-2 в данном случае, наигрываются. И это действительно интересно. Мы это будем разбирать. Но таких вот массовых анализов матчей не будет. Мы их начнем с первого матча в сезоне. С Лестер-Сити мы сыграем 10 августа. Если вы играете, друзья, в фэнтези футбол, ждите анонс. В ближайшее время все будет. Анонс также будет в соцсетях. По соцсетям мы тоже сделаем небольшой апдейт, как я и обещал. Ну и огласим расписание выпусков на новый сезон. Сталкивался я с тем, что часто вы, друзья, писали в комментариях, что, ну, дескать, нерегулярно мы выходим в эфир. Да, действительно, с этим есть некоторые проблемы. Я с этим согласен. Поэтому решил выпустить расписание на новый сезон. Собственно, оставайтесь с нами на связи. Ждите. Анонс будет в ближайшее время. Думаю, что в начале августа мы все анонсы сделаем. Что ж, друзья, давайте дальше обсуждать предсезонные турнеи трансфера Манчестер Юнайтед. Еще раз большое спасибо всему составу госпиталя в Солфферде и в Макклсфилде, которые поставили цера Алекса на ноги за столь короткий срок. Два с лишним месяца, два с половиной, почти три. Но, тем не менее, спасибо вам еще раз большое, что вы с нами, дорогие подписчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится то, что мы делаем. Делитесь видео со своими друзьями, чтобы на нас остановилось еще больше и больше. Stratford Tent Россия будет освещать новый сезон в полном объеме. Оставайтесь с нами. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»